Я хочу сделать полностью выговор всем начинающим людям, которые начали заниматься мукбанком. Люди, вы что творите? Я смотрю всем, кому не попадя, все напрямую это снимают. Я прямой зритель этого контента. Вы что творите? Я трагически сходила к самотологу, я не могу ни жевать, ни откусывать. То есть для меня мукбанк это спасение. У меня вся пища протертая, либо через блендер. Если кто-то скажет, мы тоже через блендер, но вы где-то откусите яблочко, где-то огурчик, где-то морковку, у меня это невозможно. У меня в среднем где-то уже полтора года только пища через блендер. Если вдруг я где-то наглоталась, у меня становится желудок на три дня, это тоже кромешный акт. И мукбанк для меня это полное спасение. Я накладываю себе чашку этой бурдятины, смотрю у вас, и у меня начинается аппетит. И вы понимаете, для меня это просто не передать. Я сижу, смотрю на вас, красивый стол, красивая одежда, красивые речи, где-то кто-то что-то рассказывает. Я представляю, что у меня в тарелке то же самое, что у вас, и кушаю вместе с вами. И вот благодаря этому я их насыщаю. Что вы творите? Я не буду приходить на личности. Мама с дочкой сидят. Дочка взрослая, где-то около 20 лет. Я шиватлю, она сидит, начинает кушать и говорит. Я недавно смотрела, говорит, мукбанк. Сидит мужик с огромной родинкой, прямо над губой, вот с такой бляхой. Ну вот как, какой здесь может быть аппетит? Я рискнула, посмотрела дальше. Тут же сидит ее мама, где-то минуты через две. Сидит, тьфу, говорит, волос попался. Вы вот вообще, вы думаете, это знаете, что это за контент? Это когда-то был, пошел к нам из Китая. Люди кушали очень много, нереальное количество пищи. То есть люди смотрели, ну это было как конкурсы, розыгрыши. Потом он постепенно пошел по всему миру. Теперь мукбанк совсем другой. То есть другой контент, он переобразился. Люди кушали, и благодаря им, другие, у кого нет денег, у кого-то то же самое, как у меня, кому-то просто интересно, нет аппетита. Посмотрел, и все. То есть пошли, вместе с ними кушают. Вот, вот, для чего вы снимаете? Другой сидит, вот такая ряха. Я сегодня заказала какие-то роллы суши. Ой, они такие невкусные, сидит и видавится. Но если они невкусные, зачем ты их ешь? Во-первых, зачем ты показываешь это нам? В-третьих, это суши, может быть, сегодня неправильно приготовили. Или для тебя неправильно приготовили. Зачем ты нам рассказываешь, что они невкусные? Девочка тоже. Сидит мукбанк. Вроде 20 минут. Сижу, смотрю. У нее на столе маленький пакетик сока. И малюсенькое пирожное. Говорит, у меня не хватает денег. И 20 минут она рассказывает о своих проблемах, я не знаю, о всем, чем не поводе. Где мукбанк? Назови это влогом. Назови это, я не знаю. Жалуйсь на свои проблемы. Другой тоже. Это как? Мукбанк, включай. Сидит. Вы не поверите, и это правда. Вы наверняка тоже видели. Он сидит, у него стакан воды, морковка и свекла. Он откусывает морковку, откусывает свеклу и запивает водой. Говорит, у меня разгрузочный день. И начинает о своих стримах. Это что это за мукбанк? Я не пойму. Другая женщина, прям такая разбитая, да, там переписывается. Но я поняла, что этот канал у нее именно для общения с близкими. Но как это так? Ты села вместо мукбанка? В конце ты там что-то почавкала. Прямо, вот, знаете, я понимаю, слышится, когда вы живете там такое. Это очень хорошо, как бы, это все на визуальном таком уровне. Их, как бы, мозги помогают понять, что, как бы, ты вместе с ними. И она сидит 10 минут, рассказывает, камера не включалась, какая-то не включалась. Вот, давайте, как бы, мне донаты. Вы, о чем вы сейчас ведете мукбанки? Вы задумайтесь. Вы, когда вы садитесь, вы знаете, что вас смотрит огромная аудитория. Ни один, ни два. Пускай это будет 100 человек, где-то 1000. Но вас смотрят люди. Сделайте уважение к своему зрителю. Сидит одна девочка. Вот ей прям пишут, говорит, что это за прическа. Ну, понимаете, в цвет. Она вот эти грязные волосы, где-то неделю не мытые. Она их приглаживала, приглаживала, залезала. Прям видно, стально зализанные. Так ты голову помой, у тебя в два раза меньше времени займет. Ты к зрителям как вышла? То есть, смотришь на ее грязную голову и понимаешь, тем более, она у тебя села, да, вкакать? То есть, начинаешь понимать, что она еще и зубы не чистила. И тут у тебя еще кажется, что от нее еще и воняет. Вот как встали с постели. Извините. Я не знаю. Для начала научитесь красиво разговаривать. Красиво преподносить себя. Изначально приведите себя в порядок. Накройте стол. Если вот вы так сидите, закрываете зрителя, типа не смотрите на меня, а то я отвлекаю. Смотрите вот на мою пищу. Ну, кто так делает? Ты возьми камеру, поднеси и покажи, что у тебя в тарелочках. Вот это будет да. А то, что ты закрываешь нас, да если мы бы на тебя смотрели, то это неуважение к зрителям, это некрасиво. Если у вас просто одна печенька и где-то глоток воды, и вам нужны донаты, это не мукбанг. Не мукбанг, люди, нет. Вот, к примеру, приведу. Кстати, они об этом не знают. Я вам покажу, как называется их канал. Их двое, муж и жена. Вы не поверите, это мое спасение. Как-то они с прямого эфира исчезли и пропали. Я переживала, понимаете, мне надо питаться. Если я просто без мукбанка сажусь, я просто наглоталась. Эта пища минут через 15, она у меня может назад уйти. У меня огромные проблемы из-за стоматолога, то есть и с желудком, и с зубами. Но благодаря вот им, этой паре, я в последнее время спасаюсь. Когда они пропали, для меня это был шок. Сейчас я напишу, как их канал называется. Они об этом даже не знают. Это ни в коем случае не реклама. Вы просто посмотрите хотя бы любой из их роликов. Любой. Вы увидите такую подачу. Там и столы, и разговоры. Вы, даже то, что вот вам, например, нужно съесть, но вы этого категорически не хотите, но вы должны это съесть. Вы уплетете за милую душу. Вот это контент. А вы что творите? Вот новичков, вот новеньких, я не боюсь включать. Потому что кто-то сидит, здорово под песоток, потом кто-то сидит. Ну как это так? Вы что, сейчас скоро уже начнете на камеру просто, как говорится, подпукивать? Вы что творите, люди? Вообще тогда не открывайте. Или открывайте, что это блог. Но никакой не асмур. Это не мукбанк. Понимаете? Если начинаете рассказывать не столько еды, вам нужно подписчиков, сколько вам надо донатов, и чтобы были донаты, я выдаю. Зачем? Это все не должно быть. Вы должны преподнести красиво, чтобы люди хотели вас смотреть, хотели слушать, благодаря вам начинали кушать. Вот смотрите, например, та же стриптизерша. Для чего она танцует? Чтобы у вас аппетит разыгрался? Нет. Понимаете, для чего? Так же и вы должны заинтересовать и сделать так, чтобы у людей возбудился аппетит, чтобы они хотели и могли с вами кушать. И еще за это вам были благодарны. Вот так вот начинающему мукбанк. Ой. Почему мы катимся, я не знаю.